Ну что Юр, выезжаем? Выезжаем на вторую часть, на съемки второй части охоты. Надеемся, что будет так же достойно, как и первую часть. Первую половину нашей охоты, наших приключений, наших больших саратовских приключений. Не будет так, как на фотографии, да, Наталья, где в ней бендела, половой орган. Ну что, собаку на место? Да, леди. Айдя, леди. О, какие там места в этот раз порядочно, да? Да, места много. Пристегиваю ремень. Двигаем? Да, трогаем. Трогаем? С прошлого раза еще не отмыли, это еще лайтово. Я говорю, мы чисто отделались в прошлый раз по машине-то. Да, машина очень чистая. Это не шутка, это правда. По нашим меркам она там очень чистая. Да. Ну ладно, посмотрим, что в этот раз будет. Двигаем? Давай. Как дела? Отлично. Погода радует, как обычно в этом сезоне. Можно показать. Да, вот такая погода. Вот, видимость 100 метров. Сейчас. У нас тут карты лежат, навигатор висит. Все, в плане еще один навигатор. У нас все как катере. Подготовлено, да? Плаванием далеким. Ну, ездим, разведываем. Наконец нам это предоставилось возможность разведать. Потому что до этого мы как фраеры приехали, и сразу нашли, и сразу охотились. А сейчас придется потрудиться. Вот уже два с половиной часа ездим, пока перспективного места не нашли. Еще два с половиной часа нам до заката. Будем искать. Да, поищем, поищем. Птичка-то есть. В принципе-то, я думаю, найдем, где она скопилась. Кружит. Нет, нет. Да и да. Так что-то ездим, ищем. Два с половиной часа, да, до температуры? Поставим лагерь прям тут. Да не, найдем. Найдя лагерь, можно и по темному поставить. Лишь бы место найти. Да. Да. Юр, куда ты идешь? Ты вообще где? Вот здесь я. Расскажи, где ты? Я от земли. Камеру выключен, свет выключен. Это засвечивает. Расскажи, что, где мы находимся, в каком месте. Мы находимся вместе с координатами N64, двое точие пятьдесят. Ну что за поле-то? Кукурузка на? Да, хорошее кукурузное поле, кормовое. С водичкой присутствует вода. Находимся мы. Все видно. Лужа, лужина кукурузного поля. Мы находимся в районе Саратовской области. И много гуся нашли, да? Ну, да, присутствует гусь. Много-немного. Каждому у каждого свое понятие, что такое много. Оценочная эта категория. Не будем говорить сколько, чтобы не сглазить охоту. Ну, хотим выкопать яму. Вот здесь вот на бугорке, вот в этой ложбинке. Ложбинка идет. Лиманчик питает. Выкопаем сейчас вот здесь ямочку. Замаскируем. Сейчас где-то одиннадцать часов. Открытие охоты через сутки. Можно сказать так, наверное. Или через полутора суток. В общем, у нас еще есть время, чтобы сегодняшнюю ночь посвятить яме. Завтра день отоспаться. И к охоте быть огурцом, да? Да. Так и сделаем? Так точно. Приступаем. Всем привет. Продолжаем нашу охоту. Охотничий сезон. Сейчас сидим в машине. Ну, ложимся спать у нас. Вот у нас тут шматье разложено кое-какое. Собака вот дрыхнет. Кайфует. Радиостанции. Сейчас Юра тут лежит. Кайфует. Да, Юр. Сейчас покажу погоду. Что у нас тут происходит. Да не надо эта дверь, а то сейчас задует. Я окно лучше открою. Ребята у нас тут тоже. Наши друзья. Вот что у нас тут на улице происходит. Зима пришла. Зима пришла. Зима к нам. Причем снег идет, ну может, минут сорок. От силы. Вот. Такая вот погодка на улице. Как бы гусек есть. Гусек есть. И охотиться, в принципе, можно на него. И у нас яма выкопана. Сегодня была такая ситуация, что утром мы идем в яму, по навигатору идем ночью. Яма в километре от лагеря. Идем, идем. И за 70, где-то 80 метров от нашей ямы обнаруживаем туалет. Типа сортир. Ну да. Такой скородок. Там три охотника сидят. Попытались им объяснить, что они неправы. Неправы. Но тут как бы неправа, свою неправоту они не осознали. И это их право на охоту. Поэтому пришлось нам охотиться с охотниками в 70, ну может быть 100 метров, не больше. Меньше 100 метров. Меньше даже 100 метров. Потому что ну очень близко. Один налет был. Сегодня вообще было два потенциальных налета. Из-за того, что охотников в округе очень много. Все распугали. Вот. Распугали птицу, которая спокойно там кормилась. Разогнали ее. Пришлось как бы ну не пришлось как бы охотились так как есть. Но при этом охотники ну в кавычках охотники гоняли ее. Она садилась, приезжали за чем-то. Непонятно. В общем не давали ей покоя. Она сейчас ушла. Вот. Будем надеяться, что может быть что-то удастся нам добыть. Не знаю, на вечерку пойдем или нет. В принципе уже надо по-хорошему выходить на вечерку. Но мы делали сегодня весь день разведку. И вот только вернулись. А уже наверное седьмой час. Надо наверное лечь поспать как следует. И завтра на утрянку выйти. еще утром отсидеть. И как бы принимать координационные эти. Кардинальный дает решение о смене места. Скорее всего нам потребуется сменить место. Ну радикально километров на 20-30 отсюда уехать. Может быть место менее привлекательное для гуся возможно. Но с меньшим количеством охотников. Ну даже сказать точнее без охотников. Поэтому будем рассчитывать на то, что пусть лучше будет меньше гуся, но и охотников будет меньше. И охота будет качественная. Потому что сегодняшние в кавычках охотники все нам испортили. Если не сказать обосрали. Да, да. Именно так и было. Пришлось на них даже ну пытались им объяснить это все бесполезно. Это хорошо говорят. Объясни. Ну а что, драться с ними что ли? Мы приехали удовольствием получать от охоты, а нам его портят. С другой стороны они ночью тоже приехали и не увидели наши ямы стали готовить скрадок. По-хорошему они должны сегодня днем были уйти. Ладно, там утрянку им уже некогда готовить скрадок. Но я так понял, что они и днем сегодня не ушли, не сменили место, не отодвинулись от нас. Ну ладно. Это их дело, как говорится. Встречали таких. Ну что ж, снежок и продолжает идти. Возможно, что у нас даже утром будет этот снег лежать. Поохотимся в белых халатах. Может, гусь будет лететь ниже. Посмотрим, будет более сговорчивым. Чучела очистим, ничего страшного. Отряхнем щетками. Флаг у нас там развивается. В общем, потихоньку обосновались. Завтра будем принимать решения такие глобальные на смену места. Вот такая вот зарисовочка с охоты, да, Юр? Ага. Ага. Как тебе? Как дела? Батя, у тебя все нормально? Нормально все. Клюет? А я лоб вопрос задаю. Всем пока. Гуси будут, не переживайте. Котлеты пожарим еще на новой сковороде. Природа не перестает готовить нам сюрпризы, да, Юр? проснулись. Проснулись полпятого утра, а здесь вот такая вот погода. Снегу намело. 4 апреля-то, да. Что же такого? Ну, самое главное, что еще на улице тепло. Вода-то вон не замерзла. До этого вода замерзала даже в целых пятилитровых бутылках. Все белое. Ну, ничего. И с этими сюрпризами мы справимся. Собираемся, завариваем термос, пьем чай и идем. Надо отряхивать чучела. Посмотрим, что сегодня. Приподнесется Диана. Да? Да. Я говорю, Диана нам сегодня приподнесет что-нибудь. Да, леди? А что здесь? Я двух. Хе-хе-хе! Не надо, надо сперти. Хе-хе-хе-хе-хе! Леди, 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 Морка Борг! Вот, леди! Гуменник! Молодец, молодец! Хороший гуменник! Ливот! Давай, отряхнись! Леди! Отряхнись! Отряхнись! Давай, отряхнись! Отряхнись, отряхнись! Молодец! Иди место! Иди место! Хир! Хир! Я не стрелял! Хир! Блин! Юр, у тебя коврик упал! Бьем! Сет! Ах, красиво! Бил, блядь! Ливот! Ливот! Ага! Ливот! Здоровый! Здоровый! Отряхнись! Леди! Отряхнись! Отряхнись! Ноу! Фу! Отряхнись! Молодец! Давай место! Молодец! 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 Больше не это как-то хотела! Что Юр скажешь? Очень хорошо! Очень хорошо! Очень хорошо! Ха-ха-ха! Ну вот! Лагерь собрали наш! Палатку все чистенько оставили! После себя! Все! Порядочек! Как охота была? Сезон то закончили! Прекрасная охота! Сезон пожалуй! Закрываем! Место отличное! В качестве лагеря и в качестве кормового поля! Потенциального охотничего поля! Очень хорошее оказалось поле! Поэтому говорим этому месту спасибо и до новых встреч! Да! Да! Именно так! Еще впереди будут конечно охоты! Но вот такое начало сезона у нас было! Сейчас уже две недели пролетели! Очень быстро! Очень время назад не вернуть! Хотелось бы конечно чтобы оно помедленнее шло! Но! Не было дня когда мы не добыли трофей! Когда-то побольше! Когда-то поменьше! Ну в целом все удачно! Сложилось! Хорошо отдохнули! Леди он тоже! Сил нету даже прыгнуть! Наохотилась! Намерзлась! Погодка нас потрепала! Да Юр? Да! Погодка была всякая! Было все что можно представить себе зимой и весной! Ну преимущественно это наверное все же суровая погода была! Преимущественно была да! Больше зимняя! Декабрьская погода! И один день наверное только без ветра! И то полдня! Да! До вечера! Ну что леди! Грузимся! Пошли! Поехали леди! Загрузили полную машину! Довольно компактненько все вложили! Леди! Здесь мусор! Здесь птица! Добытая за несколько дней охоты! И собственно весь наш скарб! Леди Хир! Давай! Давай место! Вперед! Ай молодец! Молодец! Постреливают да? Да! Зенитчики работают! Что скажешь по поводу помех со стороны охотников? По поводу помехи справа? Да! Как обычно! Что тут можно сказать? Как обычно! Очень много да! Людей которые не понимают! Всегда и как везде! Не понимают вообще как охотиться! В целом! Не то что много! Все! Сильно мешают! Не много да! Все! У нескольких слышали духовой манок! Ну плюс минус так! На три с минусом да! Работа! И электронику слышали! Конечно же! Но большинство даже без манков просто выходит в поле ложатся на пенки! Дело даже не в манках! А вообще в культуре! В понимании того на какой дистанции нужно стрелять птицу! Когда ее нужно стрелять! А когда ее нужно оставить в покое! Когда нужно строить скрадок! А когда его строить не надо! И вот эти вот все факторы! А уж манки конечно это хорошо! Но хотя бы да! Не мешали бы птицам! Не мешали да! А ведь все испортили в основном! Хорошие нашли мы! Небольшое тут скопленица птицы! Но люди не дали ему отсидеться спокойно! Начали ездить днем пугать! Копать ямы пытаться! Строить какие-то туалеты! Посреди поля непонятные! Ну в итоге птицы большой массы! Она все это прекрасно видит! Беспокойство! Ее не устраивает! И она конечно поменяла место кормежки! На это поле уже возвращалась 1% птицы! А то и меньше! А то и меньше! Налетов у нас было не так много! Но качественно! По 3-4 птицы с налетом мы выбивали! Вот! В принципе! Сказатель прибыл у нас очень хороший! Был! Ну! Как говорится! То ли еще будет! То ли еще будет! Сезон только начался! Так что следите за нами! Да? Да! Смотрите! А мы будем следить за вами! За вами! Всем пока! Поезжаем домой! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok